всем привет смотрите какой мальчик заросший но мы будем действовать по классике мы уже пробрили перед этим контрольную прядь вы не знаете как это делать посмотрите у меня на канале есть тысячи видео на эту тему просто каждую стрижку любую стрижку открою я там рассказываю просто в этом видео я случайно не включил камеру вначале и теперь у нас нет этого момента но есть все моменты оставшиеся видишь что я делаю я сейчас дорабатываю и заканчиваю стрижку теменную зону перепроверяю себя обстригаю все волосы которые выходят за пределы моих контрольных срезов все легко и просто делай так как тебе велит твое сердце видишь волосы торчат я их просто обрезаю торчат обрезаю хотя можно этого было не делать знаю о том что у него будет челка обрежь обрезанный тридером далее техникой машинка на расческе и нулем сверху вниз никуда не спеша делаю ему переход соединение перехода я обрабатываю насадками насадками четыре с половиной миллиметра а вот момент насадка идет полтора миллиметра все очень просто видишь теперь пошла стрижка челки все что я делаю этот триммером обрезаю просто создаю такую аккуратную скобочку и не знаю в чем прикол но эти скобочки просто постоянно все просят говорят что они кайфовые удобные им очень нравится нижнюю зону я застригаю триммером и этот переход сравниваю шевером смотри я погнал делать то же самое по новой на других зонах сперва машинкой на расческе затем насадками от большей к меньшей видишь никаких сложностей не должно возникнуть ни у кого я прорабатываю в данный момент насадкой полтора миллиметра все делается максимально аккуратно полтора миллиметра сверху немножечко побольше насадка 3 миллиметра сверху еще чуть побольше 6 миллиметров и так принцип понятен я думаю дальше мы идем большей насадкой прорабатываем верхушку противоположную сторону мы выстригаем тоже так же самое как и предыдущую ведем сперва техника машинка на расческе затем насадками от большей к меньшей мы выполняем переход сейчас я работаю насадкой полтора миллиметра видишь я теперь немножко подравниваю насадкой по росту волос свою теменную зону а низ не церемонис я убираю нулем далее я заканчиваю стрижку челки делаю такой видишь ровный но я начну еще и скоро на дней работать между филировки низ стрижки я убираю также нулем все делать очень просто и легко вместо переходов я сравниваю насадками и либо открытым либо закрытым ножом техникой пойти я дорабатываю эту стрижку делаю структурной челку видишь я разрываю разравниваю методом зубчатого среза и филировки все очень просто посыпаю клиенту голову пудрой и что у нас получилось у нас получилось довольно короткая детская стрижка которая не требует укладки кто-то называет тизар кто-то называет ее кроп кто-то называет и полубокс кто-то называют ее так как хочет называть ее если у вас есть название этой стрижки свое я буду рад услышать его в комментариях напишите в комментариях а также не забудьте поставить не лайк написать полезный какой-нибудь приятный комментарий я жду вас большое спасибо заранее